Ого, можно мне такой аккаунт в Роблоксе пожелать? Да ты купил ей машину! Как она разговаривает с мамой вообще? Мне красиво. Слышь ты, слышь ты, слышь ты. Когда первый раз Роблоксы покупала с моей карты, меня ее заблокировали. Всем привет, котят, и меня зовут Лана. И сегодня я пригласила Юши и Ульяну. Я его тоже приглашала, но она занята в историю в Роблоксе. В общем, мы сейчас пойдем и узнаем, что здесь будет твориться. А нам вот сюда по красной дорожке, и что-то мне эти красные глаза уже не очень нравятся. Лана, Лана, смотри, это какие-то явно популярные девушки, какие-то черлидерши, возможно. И ты заметила, что во всех абсолютно американских сериалах черлидерши, это просто величайшее зло какое-то. Это всегда, типа, самые жуткие девушки. Почему их так всегда выставляют? Не знаю. Что это за стереотипы такие? Ну, либо они на самом деле такие, либо их все не любят и таким образом пытаются отыграться. Я не знаю, но давай узнаем, какая девушка в этой именно истории. И у нас тут, кстати, новая сцена, билетики выдают. Какая комната красивая, мне так обои нравятся, обалдеть. У меня шорты подобные, мне кажется, были, вот примерно вот такие вот. Хочу себе обои из ёшиных шорт. Господи, это так странно звучит просто максимально. Ну, красиво же. Так, ну ладно. В общем, она тут просыпается, кстати. Ульяна, затяни пижаму красненькая и с радужкой. Ага, очень красиво. Еще такая безрукавочка. Ну, блин, ну мне нравится. Ну, все, теперь я хочу тебе такую, что делать. А еще ковер вот такой хочу. Можно шить самому, почему бы и нет. Слушайте, игра вдохновляющая нас на всякие штуки. Ну, ладно, давайте об истории. Отличное время, чтобы пойти в школу. Ну, судя по ее лицу, не самое отличное. Подождите, а, все, это сарказм. Просто я хотел спросить, есть ли вообще отличное время для похода в школу? Это какое время, простите? Не знаю. Ой, к нам русалка пришла, смотри. Русалка? Действительно русалка. Интересное кино. Давайте не будем ей мешать проходить начало истории. Погнали дальше. И что у нас? А, а кто это? Подождите, так это она черлидерша? Она черлидерша или нет? А, ну да. А, подождите, как-то она не похожа на ту, которая была в самом начале. Ну, с красными глазами, она вроде бы... Ну, она там не одна была, слушай, их там несколько было. Может быть, как раз-таки вот этой и не было там. Ну, да, но она говорит, ну, ладненько, я оделась. Но я так не хочу идти, я хочу играть в Роблокс весь день. Звучит неплохо, на самом деле. Да, и довольно жизненно, на самом-то деле. А, мне еще ее покрывало. Нравится, жаль, что нельзя сюда как-то прилечь. Ну, ребят, короче, я буду просто завидовать ее дому на протяжении всего видео, поэтому пойдем дальше. О, господи! Ой. Так. Пора в школу, Макейла, собирайся. Нет, я хочу остаться дома и играть в Роблокс весь день. И я хочу миллион Роблоксов. Это интересные мечты, на самом-то деле. И, как бы, опять я ее поддержу. Я тоже не против миллиона Роблоксов. Мне кажется, все не против миллиона Роблоксов. Да, но как-то не очень вежливо. А еще у нее деньги светятся. Может, они заразные. Да, это какие-то радиоактивные деньги, поэтому погнали дальше. Погнали. Здесь она откупилась от доктора или что? Это доктор вообще или кто это? Кажется, это ее папа. Но вряд ли доктор бы пришел. А почему у нее докторская штука на голове? Ну, он работает доктором. Ешь, все логично. Да, вполне. Может, поэтому... Тогда я правду, что это доктор. Ну, да. Но еще и папа. Но для нее он скорее папа, чем доктор. Ну, а если она болеет, то он для нее доктор. Но и папа. Но главнее доктор, получается, в такие моменты. Ну, получается, да. Так, и что же доктор папа говорит? Мы поговорим об этом после школы. Ладно, у меня есть для тебя сюрприз. Я хочу поговорить об этом сейчас. Я такая... Я хочу посмотреть. Злюка, посмотрите на это лицо. Вот такая. Не знаю, как это приблизит. Ну, короче. Ну, да. Ешь, ты куда полез? Спрятавсь. Это что? Это... А, я думала, это секреточка, а это шкаф. Просто здесь вся стенка, это типа проход, поэтому все окей. Ну, ладно. Ну, посмотрим, что я смогу сделать, пока ты весь день будешь в школе. Говорит папа. А еще я не думала, что вот в эту штуку должны волосы продевать. Может, мы что-то не знали о докторах. Ёш, ты видишь, как это происходит? А может быть, это все-таки типа не доктор, знаешь, как просто всякие супермодные ребята используют любые штуки для своего лука. Так и вот, так и тут. Типа просто батич такой немножко с ума сошел и такой, о, что это? Это докторская фигня? Я не знаю, как она называется, вы уж простите. Я, пожалуй, в нее волосы вставлю и такой, типа, я самый модный на районе. Ну да, ну да. Нет, он просто проснулся утром и подумал, а почему бы мне сегодня не побыть доктором? Да, тоже как вариант. А ну-ка надену я халатик. Ну, он, по идее, хорошо зарабатывает, судя по комнате дочери и всему остальному. Он такой, ну, подумай, может быть, я тебе и дам миллион робоксов, вечером, короче, поговорим. Ну, да. И она такая, спасибо, папочка. Ну, в общем, может быть, он доктор очень известный, а может быть, он стилист, а может, просто сумасшедший. Я ограбил недавно банк, но ладно, мы идем дальше. О, слушайте, а я думала, что это ее сестра какая-то, а эта девочка тоже проходит историю тут с веноком на голове. Ой, я думала, почему она дышит, как говорится, девочка. Так, а это кто? А это... Ну, мама, может быть? Ну, да, похоже на маму. Так, а о каком сюрпризе ты говорил? Спрашивает она. Хм... Ну... И сейчас мы, кажется, увидим сюрприз в следующей сцене. Интрига. А, нет, не в следующей. Ты знаешь, что Макейла просила один миллион робоксов? Эм, да... Ладно, что будет дальше? Я подумала о том, чтобы сделать ей сюрприз, чтобы она забыла об этом. Нет, она слишком испорчена, она не захочет ничего другого. А, то есть, мама не против, да, миллион робоксов так дочери отдать? Эм, ну, слушай, интересно, интересно, у них семья на самом-то деле. Ну, видимо, да, видимо, они очень хорошо зарабатывают, если мама не против. В общем, слишком поздно. Я уже все купил, говорит отец. Эм, ну, покажи мне. А я не знаю, что он купил. А что вы показываете? Типа, аккаунт в робоксе или что? А, я не могу пройти. Ого, можно мне такой аккаунт в робоксе? Да это что, отпустите. Что? Я такое хочу в жизни, можно мне такое в жизни? Рвосьмая. Лана, Лана, а подаришь мне на день рождения Рвосьмую, пожалуйста. А я тебе, как тебе подарю? Я тебе не папа, Ёши. Вот у папы проси, папу, может, и подарит. Ты мне мать вообще-то, ты забыла? Ты мать моя. Блин, а забыла, ладно. Забыла, все, с тебя Рвосьмая, ничего не знаю. Ну, тут, короче, у матери очень интересные реакции. Ты купил ей машину! Она хотела миллион долларов, но это получше. Слушай, да, это явно получше. Ну, миллион робоксов, Ёши. Если вот эту машину продать, я думаю, будет больше, чем миллион робоксов. Хотя, стоп. Ну, не знаю. А, да, да, явно больше. Да, будет подороже. Раз в шесть больше, как минимум. Ага, ну, вот. Но она хотела миллион робоксов, ну, в итоге получит машину. Она какая-то прикольная. Это двигатель сзади или что, я не понимаю. У нее нет багажника, по-моему. Да, она заднемоторная, там еще и двигатель такой, ух, прям хочется. Красиво, да. Ух, понятно. Ладно, ну, прикольно, можно... О, смотрите, автобус такой из-за угла. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, здравствуйте. Я, смотри, смотри, я автобус. Привет. Привет. Ни в коем случае спрячет, а пока она не вернулась домой. Но уже не получится. Вот и автобус, говорит отец. Ну да, ну да. Так, и вот. Да что ж они все толкаются, можно как-то пройти? Спасибо. Привет, милая, посмотри на свою новую машину. Так много денег плачет мама. Это выглядит, как будто у нее вот тут вот... У нее очки, что ли, скотчем перемотаны? Я что-то понять не могу. Слушай, как-то странно, если батич покупает ей просто вот такие вот тачки, я не знаю, за сколько... За огромное количество денег, вот. А мама с перемотанными очками. Даже как-то грустно становится, на самом-то деле. Да уж, ну, как бы, давайте решим, что это такой очень дизайнерский... Это стиль. Да, это явно стиль. Да, такое решение, как ты, я не стою, как эта машина. Так, ладно. И она такая, мою... Что? Что-то она недовольная какая-то. А девчонки такие, вау! Спроси, сможем ли мы потусить вместе. Ну, короче, теперь у нее еще больше подружек появится. А она, она в итоге... Она слишком наглая, Лана, ты слышишь, что она говорит? Точнее, ты читаешь, что она говорит? Она говорит, я не хочу Ауди, я хочу Ламборджини. Слушай, так она не хуже, чем Ламбуха. Это даже в какой-то степени лучше, я думаю. Ну, и лицо скривило. Ну, короче, ты наглая. Все, давайте потопчемся по ней. Мне не нравятся вот такие вот слова. Ой, я согласна, я согласна. Она мне тоже не нравится. Ну, мы вроде и так знали об этом, по-моему. Вначале она там такая была не слишком приветливая и хорошенькая. Так, ну, ладно, что у нас говорят родители? Ну, я думал, а я тебе говорила. Она даже водить не умеет, и она такая испорченная. Ну, так вы сами, значит, в этом виноваты. Че ты плачешь вообще? Действительно. Мама, вот воспитала бы нормально ребенка своего. Вот я своего сына воспитала. Где он, кстати? Иди сюда. Я тебе... Извините, пожалуйста. Мам, мам, я тут, я тут. Я тебе... Можно в Роблоксе машину подарю? Ну, нет. В Тайкуне. Да, там была Камри. Пойдет? Нет. Нет, давай, если Камри, то в жизни. Если Р8, то в жизни. Никакого выбора. Извини, конечно. Никакого выбора. А мне еще понравилось, как автобус такой вылез подальше и такой, что тут у вас происходит? А ну, расскажите. Так, ну, ладно. А что у нас тут происходит? Да что ж они все-то допустите? Она еще, знаешь, говорит, типа, а можно миньоны мои потусят у нас миньоны? А вот эти миньоны говорят, мы не твои миньоны, мы твои друзья. Да. Или эта девочка отвечает, да, на то, чтобы потусить. Я не знаю. Тут не написано очередной стрепет. Я думаю, что это таки первый вариант. Ну, ладно, конечно. Говорят, родители совершенно вообще очень расстроенные. Слушай, она вообще прям какая-то наглая. Она говорит, типа, где папа, мне нужна его кредитка. А в смысле нужна его кредитка? А ты, а ты, нет, не хочешь получить по одному месту? Ты, ты что такая какая-то офигевшая? Ну, да. Вот, вот мама, вот скажи, я тебе когда-нибудь такое говорил, вот, хоть раз в жизни. Было такое? Нет, а, а ее мама абсолютно спокойно реагирует и говорит, что папа на заднем дворе. Бла-бла-бла. Как она разговаривает с мамой вообще? Как некрасиво. Слышь ты, слышь ты, слышь ты. На-на-на-на-на-на-на. Забодаю. Забодаю я, Ульяна, забодай. Да, короче, так, тут разбор, мы тут это попкорном затарились вот с этой девочкой, вот, которая тоже пришла. Так, нет, ты не будешь покупать один миллион робоксов, говорит мама, тем более бы столько не купили машину, которая подороже. Ну да, да. Ну да, так просто, господи, какая же она глупая, просто продай машину и купи себе робоксов раз в шесть больше, серьезно. В чем твоя проблема, я не понимаю. Ну, наверное, это тоже не очень хорошо, если бы родители подарили машину, такая, а, не, лучше робоксы. И как-то, ну, прям, не знаю, подарки же нельзя продавать. Ну, если они тебе прям очень не нужны. Ну, ладно, нельзя, нельзя, на самом-то деле нельзя. И она говорит, папа, купи мне немного робоксов, пожалуйста. Немного? Немного? Ну, ладно, допустим, может, он купит тебе пять, восемьсот. Вот если бы она попросила десять, как бы, это уже другой разговор. Десять нельзя задонатить, по-моему, насколько я помню. Так. Десять миллионов нельзя, а один миллион можно? Десять миллионов? Нет, я думала, десять робоксов, ну, ладно. А, нет, я про миллионов. Я не буду покупать тебе миллион робоксов, я уже купил тебе машину, ну, и да. О, ребята, у нас в другую стену надо выходить. Ага. Отдай свою кредитку сейчас же. И опять это лицо. Слушайте, а это работает, что ли? Ты приходишь к родителям и говоришь, отдай мне деньги. Так, да, да, хорошо, забирай. Да, это работает, смотри. О, серьезно? В общем, забирай кредитку, но перестань вести себя так, ну, неблагодарно и испорчено плохо. Анка, спасибо, папочка. Мне это не очень нравится. Ну, ладно, давайте посмотрим, что дальше. И девочки такие, а, ну да, ты обозвала нас миньонами, но мы все равно будем с тобой дружить, потому что у тебя куча денег и родители классные. И, ну, ладно, давайте купим один миллион робоксов. А, не важно, что-то мой папа сказал. Не очень хорошая идея, Макейла. О, да. Ну, ладно, допустим. И, о, господи, а вот и лицо, а вот и лицо. Вот и они, мои робоксы. А как я хочу и в глаза посмотреть ее бесстыжие, не могу присесть. Ладно. О, боже мой, говорит одна ее подруга. А, у тебя будут большие проблемы с банком твоего отца. И у этой тоже лицо такое не слишком радостное. А это все устраивает. Мне интересно, она когда-нибудь поймет, что она была не права. Опа. А вот и проблемки, вот и проблемки. А, вот и проблемки. Ой, похоже, кто-то купил слишком много робоксов. Нужно позвонить хозяину карты. Ну, или аккаунт, так сказать. Слушайте, слушайте, а очень, на самом деле, жизненная история. Сейчас расскажу. Я когда первый раз робоксы покупала с моей карты, мне ее заблокировали. Серьезно? И причем совсем заблокировали. Я потом пытаюсь что-то купить, а у меня оплаты не проходят. Я такая, что? Я в магазине на кассе. Ну, хорошо, что у меня были наличные деньги. Я просто даже не знала. Я звоню в банк. Они такие, ой, а у вас это там какая подозрительная операция была? А я говорю, это я купила. Это для меня. Короче, они потом мне поверили, разблокировали, но это была, короче, жесть. Ну, вот, наверное, такая же тетенька сидела и такая, хм, только у меня был не миллион, а, по-моему, 800 робоксов. Ну, в общем, вы поняли. О, господи! Я думала, еще хуже не может быть, а, кажется, может. Еще как может быть, по-видимому. Кажется, ешь тут сидит всю историю про мой банк и смотрит просто на вот это лицо. Макейла, а ну иди сюда прямо сейчас! О, боже мой, ребят, может быть, еще хуже. Окей, говорит папа, еще хуже. Так, я должна это увидеть. Ты наказана! О, господи, зачем я посмотрела на нее от первого лица? Ладно, она такая, а, вы позорите меня. А папа такой, да, ты наказана. Ну, наконец-то, наконец-то ее наказали. И что? А, и все, и добро, типа, победило. Это, типа, поучительная история, все такое. Вот, неплохо, неплохо, не ужасно. Ну, в принципе, да. Я надеюсь, что они вернули машину. И робоксы куплены тоже. Или их не дали даже, наверное, купить. Ну, аудюшку-то зачем? Ну, это ж подарок. Ну. Робоксы, вот, если вернут, то пусть возвращают. А машину-то зачем? Ну, что она сказала, я думаю, что ее надо отправить ездить на велосипеде. Вот честно. Ну, даже не знаю. Ну, это ж папа сам захотел подарить такой подарок и все такое. Да, ну, не знаю. Ребят, давайте вы напишите в комментариях, как думаете. Было бы логично оставить ей все-таки машину за ее поведение. Или там, ну, ролики, велосипед, что-нибудь такое, чтобы еще и спортом занималась. Ну, а мы, наверное, на этом будем заканчивать. Мне история, в принципе, понравилась довольно неплохо. Особенно выражения лиц потрясающие. Ну, а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем пока! Пока! Пока!